Время новостей на Первом Крымском. Здравствуйте! Основные события к этому часу в нашем выпуске. Сегодня смотрите. Существует ли на полуострове нехватка продуктов? Почему Крым не укладывается в сроки реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию? И каковы прогнозные показатели расходной части бюджета республики на 2016 год? Глобальные вопросы жизни полуострова обсуждались сегодня в правительстве Крыма. Временные остановки работы паромной переправы в связи с погодными условиями не повлияют на продовольственное обеспечение Крыма. Ситуация на полуострове с продуктами стабильная. На рынке всего в изобилии и каких-либо опасений в правительстве на этот счет не видят. Тот запас, который сформирован абсолютно по всем группам товаров, позволяет на 100% дать гарантию, что не будет из-за этого фактора увеличения цены и снижения ассортимента. Держите на контроле ситуацию. Что там у нас Чубаров дежурит на перешейке, то есть он там смотрит, чтобы хлеб не провезли, виноград если в багажниках везут люди, поэтому видите как. То есть относятся к этой ситуации очень серьезно. Они там съедают все, что отнимают, они там съедают на своем посту. Если в продовольственном плане Крым легко и абсолютно безболезненно расстался с Украиной, то вот в сфере законодательства не получилось. Это выразилось в требованиях к проектам федеральной целевой программы. Их требуют предъявлять строго в соответствии с российским законодательством, без каких-либо поблажек. Для Крыма это проблема. Некоторые проекты, оформленные по украинским стандартам, подлежат корректировке, а это время и деньги. Поэтому сроки реализации ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года переносятся. Необходимо заново вносить изменения в программу. Крайний срок на подготовку соглашений по необходимым суммам 16 октября этого года. У нас отложен единственный этостроймонтаж на водовод 3,4 миллиарда по договоренности до выхода с экспертизы. Но проект все еще проходит экспертизу. Глава Крыма поручил покончить с бюрократией и ускорить процедуру согласования проектов. Будем настаивать с тем, чтобы на основании уже существующей документации производились строительные работы. А то мы год потеряли просто-напросто на ровном месте. Сейчас людей спросить вам, что там интереснее. Как мы документы переводим из одного формата в другое или реально построенный водовод. Так они нас с этими документами там расскажут, что с ними сделать на народном языке. Кругами ходим. А вот в расчетах формирования бюджета Крыма все идет по плану. Прогнозные показатели расходной части на 2016 год составляют 143 миллиарда рублей. Это выше, чем в текущем году почти на 30 миллиардов. Есть мнение Минфина России о том, что мы не должны выйти за рамки 2015 года. Но тем не менее, у нас согласовано с федеральными министерствами. Мы считаем, что все равно все эти расходы с точки зрения целесообразности заявлены корректно, правильно и в нужное время. Правительство России для Крыма как до самого молодого субъекта страны резергирует определенные суммы. Однако окончательное решение вопроса ожидается до 1 ноября. Артем Артеменко, Александр Тегнередно. Время новостей. В Крыму утвержден первый чиновник, направленный в республику из Москвы. Сергей Аксенов представил заместителя председателя Государственного комитета по противодействию коррупции. Им стал действующий офицер Федеральной службы безопасности полковник Алексей Забатурин. До этого он возглавлял отделение УФСБ по Москве и Московской области. Здесь Алексей Владимирович будет являться одним из координаторов действия взаимодействия правительства Республики Крым и структурных подразделений со всеми правоохранительными органами, в первую очередь ФСБ России. Поэтому прошу любить и жаловать. Крымчане мерзнут все сильнее. Количество потребляемого ими газа увеличивается ежедневно. Но растущие запросы для Чернеморнефтегаза не страшны. Предприятие обещает бесперебойную подачу тепла в каждый дом и учреждение полуострова. Татьяна Хынкота знает, хватит ли топлива до конца холодов. Чтобы крымчанам стало тепло, работникам газораспределительных станций приходится померзнуть. Работают на улице. Что делать? Нужно следить за уровнем давления газа, измерять его параметры. Диспетчеры тоже готовятся к отопительному сезону. Проанализировали изменения температуры в Крыму за последние 20 лет. Определили объемы необходимого резервного топлива. Сейчас регулируют потоки газа. Его потребление увеличивается ежедневно. Каждый день потребление увеличивается примерно на 150-200 тысяч. На данный момент она достигает примерно 3 миллиона 950 тысяч. Сейчас предприятие Черноморнефтегаз полностью выполняет плановые показатели по закачке газа и его добыче. В хранилище на сегодняшний день находится миллиард 270 кубических метров, что должно хватить на прохождение отопительного сезона. Предприятие готово к осенне-зимнему периоду. И даже собирается превысить прошлогодние показатели по закачке голубого топлива. В этом году Черноморнефтегаз планирует добычу миллиарда и 843 миллионов кубических метров природного газа. Татьяна Ханкота, Александр Чукалов. Время новостей. Полиция Ялты разыскивает родных малыша, найденного в Массандровском парке. Мальчика обнаружили в районе санатория Донбасс еще с 7 октября. Ребенку на вид 6-9 месяцев. Волосы темно-русые, глаза карие. Одет малыш был в белый летний комбинезон. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и разыскивают горе родителей. Всем, кому что-либо известно о родственниках найденного ребенка, просьба сообщить в полицию по телефону 102. Старые проблемы в новом формате. Наш журналист практически перенесся в знаменитый рязановский фильм «Гараж». В Симферополе члены гаражно-строительных кооперативов все так же вынуждены бороться за право существования. Почти киношная история в нашем материале. В отличие от киношного кооператива, ГСК на генерала Васильева существует уже добрых два десятка лет. У людей на руках решение горысполкома о выделении земельного участка. Решение действующее. Его никто не отменял. Вот только переоформиться по российскому законодательству не получилось. Исчез директор кооператива. Автолюбители подозревают, что его уже нет в живых. А вместе с ним исчезли документы, которые там были. И у нас документы остались только, так сказать, отшметки этих документов. Кое-что осталось. Вот у меня есть, допустим, квитанции, что я платил. Квитанции, что я больше года, или два года платил взносы ежемесячные на гараж. Ну, еще кое-какие. Кроме того, что каждый гараж обошелся владельцам в среднем по полторы тысячи долларов, члены ГСК за свой счет обнесли территорию забором, сделали подъездные пути к гаражам, будку охраны. Вся эта инфраструктура уничтожена. На территории ускоренными темпами некая частная автошкола ведет строительство автодрома. Жалобы соседей игнорируют. Они уже хотели сносить эти гаражи, но суд внес решение о запрете сноса. И вот на моем гараже там висит бумажка, я наклеил, что значит, вон она висит. На втором, что значит, нельзя сносить, они не трогают. Поэтому, а так, потому что, наверное, уже снесли. На решение о запрете сноса гаражей суд и остановился. Все дальнейшие иски игнорируются. Некоторые просто иски просто не открывали производство, мотивируя тем, что нет наличия спора. Докажите наличие спора. Мы прикладываем именно вот эти письма, которые именно они сюда приклеивали на гаражи, что они будут подлежать там сносу. Представьте просто наличие документы. Но суд все равно говорит именно, покажите, что мы показываем фотографии, что тут техника, что разве это не наличие спора, когда именно тут бульдозеры ездят именно, вот ночью они просто заедут, снесут. В Симферопольской городадминистрации свое мнение по поводу этого противостояния. Люди считают, что они имеют право и все. У нас таких, знаете, сколько, очень много. Если бы люди пришли и сказали, вот у нас действительно есть проблемы, мы бы сказали, хорошо, вот вам место, идите туда. Ну, нормальный диалог, да? То есть замен даем. А если люди просто вообще не идут на диалог, ну о чем разговаривать? Члены кооператива не теряют надежды, что их проблема все-таки будет решена. И по закону, и по справедливости. Человека надо охранять от человека. От жадности, которая нас съедает. От желания захватить, захапать. Алексей Щербак, Александр Чукалов, Алексей Романов. Время новостей. То, что Крым отлично освоился во всероссийском спортивном пространстве, наглядно доказывают теннисисты. На завершившемся в Уфе командном первенстве страны среди спортсменов до 18 лет наш полуостров представляли мужская и женская команды. Несмотря на конкуренцию, крымчане все-таки сумели пробиться в призовую тройку. Рассчитывать на медали в женской категории в этот раз было сложно как никогда, потому что на турнир приехали все основные фавориты, вроде Москвы и Санкт-Петербурга. В такой теплой кампании попадание наших девушек в итоговую десятку сильнейших – неплохой результат. А вот у парней все получилось намного лучше. Они сумели завоевать второе общекомандное место, оставив позади себя соперников из Краснодарского края и лишь немногим уступив хозяевам соревнований – спортсменам из Башкирии. Примечательно, что в общей сложности крымчане провели 17 поединков за несколько дней. Лидером мужской команды был евпатареист Денис Клок. У него, кстати, соревновательный график не для ленивых. Уфа – лишь первый пункт в большом турнирном путешествии крымского вундеркинда. Денис Клок готовится к соревнованиям в Минске. Сейчас будет играть следующая неделя международные турниры. А дальше у него амбициозные планы попасть в Америку. Два турнира итоговых – это чемпионат, неофициальный чемпионат мира, называется «Оранжболл». Подготовительный, основной турнир, он готов сыграть в Америке. Он сеется, у него все шансы есть себя показать. В целом прогресс крымского тенниса очевиден. К нам уже не присматриваются, а где-то даже побаиваются. Теннисисты полуострова – стабильные участники крупных турниров. Мы уже в 12 попадаем по силам. В прошлом году нам как бы волкард дали, что мы участвуем в этих соревнованиях. На эти соревнования пригласили, а в этом году мы уже попали просто по силам. В профильной Республиканской Федерации не скрывают, основой успехов наших теннисистов является всекрымские соревнования. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличили почти вдвое. 17 числа на кортах «Сетек Динамо» стартует чемпионат Крыма среди взрослых. За ним последуют два юношеских турнира. Валерия Назирян, Александр Смучик, Время новостей. Есть у Крыма успехи в греко-римской борьбе. На всероссийском турнире во Владимире керчанин Эмин Сифершаев завоевал золотую медаль в категории до 50 килограммов. Всего наш земляк провел четыре схватки, все уверенно выиграл. Тем самым Сифершаев заработал место в сборной страны 96-98 годов рождения. Напомним, что для крымского борца этот успех уже очередной. В мае спортсмен выиграл юношеское первенство России, в июне всероссийскую спартакиаду учащихся, а в августе завоевал золото в первенстве Европы и серебро в первенстве мира. На этом все, но мы продолжаем следить за информационной картиной на полуострове и в мире. Оставайтесь первым крымским, узнавайте новости первыми. Субтитры создавал DimaTorzok